Здравствуйте! За окном у нас осень. Но осень может быть красивой, и осень в своем саду мы можем продлить. Сегодня наш сюжет о том, какими многолетними растениями, цветущими и декоративными, мы можем продлить красивый период в саду. Одно из безумно красивых растений, которое я люблю осенью применять в садах, это анимона японская. В данном случае это у нас сорт Вирлвинд. Это анимонка, которая цвести начинает в начале августа месяца, и уже середина октября она, посмотрите, вся на бутонах. Чем еще интересна анимона? Анимона интересна тем, что она всегда декоративно красива. Еще будучи на бутончиках, посмотрите, какие у нее красивые пупышечки, смотрятся очень эффектно, серебристые цветения. И когда она цветает, сухие бутончики тоже эффектно смотрятся. Но мы ее больше всего любим именно за продолжительное и позднее цветение. Я ее сравниваю с бабочками, потому что на самом деле, когда вы чуть-чуть смотрите издалека на это растение, создается впечатление, что это бабочки в саду парят. И это очень эффектно и красиво смотрится. И, конечно же, шикарное яркое цветение горца, свечевидное. Почему он так называется, я думаю, вы сейчас сами обратите внимание, потому что соцветия такие яркие свечки. Это сорт GS Caliente, довольно продолжителен в цветении. Его цветение начинается с августа и, опять же, середина октября. А он, посмотрите, какой яркий, красивый, насыщенный, устойчивый. Листва, обратите внимание, тоже меняют окраску и уходят в красный. Опять же, краски в саду осенние. На солнышке он довольно акцентный, яркий, подвижный. Посмотрите, какой у нас сейчас ветерок. И он дает вот эту динамику. Наш сад динамичен, довольно устойчивое, опять же, растение. Любит влагу, поэтому в данном случае у нас сад размещен на участке, где довольно тяжелые грунты. Поэтому это растение сюда прекрасно подошло и прекрасно себя чувствует. Ихиноцеи. Довольно часто стали появляться в наших садах. И есть за что. Посмотрите, какой у них красивый цветок. Цветение обильное, довольно продолжительное. Середина лета. Это те яркие огоньки, которые летом нам делают краски в саду. Но данный сорт Green Gels характерен тем, что яркого цветения окраски лепестков у него нет. Он зеленый. Но именно сейчас, осенью, он очень эффектно смотрится. Да, он уже отсвел, но лепестки он сохранил. Как бы засушился, можно так сказать. И мы его воспринимаем как цветущую ромашку. Почему бы и нет? Пробуйте. Осенняя листва у пинстемона наперстянкового очень яркая и красивая. Как и после цветения растение отцвело. Но вот эти его коробочки тоже эффектно смотрятся. И нам кажется, что она вот-вот начнет свести. Но, конечно же, осенью больше мы любим растения за окрас листвы. Поэтому посмотрите, какие яркие бордовые листики у этого растения. И, конечно же, осень это цветение астры. Я думаю, что много любителей есть этого растения. Но я сегодня хочу вам показать интересную, необычную астру. Больше всего я даже не за цветение люблю. Потому что на самом деле цветение у нее вот такие малюпасенькие цветочки. А именно мне она нравится за свой куст. Посмотрите, какая высокая. И закрывает у нас практически весь забор. Она очень быстро дает этот куст. И листва у нее темная. Издалека это кажется довольно темным растением. Это астра бокоцветковая. Сорт Lady in Black. Устойчивое растение. Всю осень стоит. На зиму мы тоже ее не срезаем. Поэтому посмотрите, сколько интересных растений мы можем применять в своих садах. И продлить осенью декоративность. Именно и цветение, и окраска их листвы. Ну и, конечно, осень, да, это время увядания. Но увядание может быть красивым. В этом случае я люблю использовать растение астильба. Астильба в данном случае у нас была белая. Вейс Глори. Махровая, пышная. Но сейчас я очень ее люблю осенью. Именно вот за эти структурные ее колоски цветения. Они очень эффектно смотрятся. Цвет у них такой желтовато-коричневый. Но они, посмотрите, структурные, устойчивые. И опять же, наш куст смотрится как цветущим. Поэтому если мы посмотрим с другого ракурса на привычное растение и возьмем ее плюсы, что-то новенькое в нашем саду. Наш сад меняется. Поэтому осень это еще время для любования своим садом. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки и до следующего сюжета. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова